И вновь мы встречаемся в нашем эфире с Леоном Айнштейном. Здравствуйте, Леон. Добрый день. Вы знаете что? Давайте попробуем принять звонок. Человек тут что-то долго на линии, возможно, это вопрос к вам сходу. Давайте выясним. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Слушаем вас? Нет, тишина. А в ответ тишина. Ну, извините. А давайте-ка вот о чем. Трамп и Россия. Ну, всем известно, всем либералам давно известно, что Трамп является агентом Кремля. Ну, и его действия, так сказать, в отношении России. Ну, а почему эта тема снова сейчас возникает? Потому что Россия, как бы основное, чем Россия зарабатывает на жизнь, это поставки, скажем, сырья, это нефть и газ, и плюс поставки вооружения. И разговор все идет о том, что, значит, Трамп недостаточно якобы борется с Россией. Он, я не знаю, что он не делает, не вводит войска туда, не сбрасывает парашютный десант, не устраивает морскую блокаду России, что, конечно, все это полный абсолютный бред. Никто не хочет умереть во время Четвертой или Пятой войны, в которой будет, естественно, она будет уже и с применением на атомного, биологического, химического и тому подобное оружие. А что Трамп очень четко делает, зная, что он бизнесмен, мы понимаем, в какую сторону всегда идет, так сказать, его мышление, это он знает, что только ты прекращаешь поток денег, останавливаешь возможность зарабатывать, то это имеет огромные последствия для тех, кто, так сказать, перестает зарабатывать эти деньги. Вот в России что делается на эти деньги? Они практически живут на эти деньги, которые они зарабатывают из трех этих источников. Они кормят свою армию и строят ее, кормят полицию, кормят, так сказать, все эти толпы людей, которые, так сказать, бегают и кричат «Ура, Путин!». А кроме того, за счет того, что идет поток этих денег, то сохраняется стройность и, так сказать, подчинение той ОПГ, которую создал Путин во главе этого государства, ему лично и, так сказать, их общим задачам. Как только серьезно уменьшится вот такой поток вливания в Россию, то произойдет сразу же несколько вещей. А именно, первое, они не смогут, как мы сделали с Ираном, они сейчас не могут кормить террористов, у них просто на себя не хватает денег. Во-первых, они не смогут дальше развивать армию. Во-вторых, они не смогут обеспечивать водкой, селедкой, там, и колбасой глубинку России, что означает, что люди начнут уже, так сказать, просто от плохого пищеварения и питания доходить до уровня севернокорейского. А тогда, так сказать, может быть, мужик возьмется за вилы. А самое главное, что ближайшее окружение Путина, они же там не потому, что они любят его, так сказать, или друг друга, там, невероятной любовью. Они съедят друг друга моментально, только будет представиться возможность. Но если их лишить вот этих вот их доходов, то они будут, значит, 3-4-8 раз думать о том, поддерживать, не поддерживать, и как сделать так, чтобы вот все остальное обрушилось, а я остался. Ну, значит, что мы и делаем. Соединенные Штаты Америки нарастили невероятно совершенно во время Трампа наши энергоресурсы, и мы из страны самого большого импортера энергоресурсов, нефтегаза и тому подобное превратились в самого большого производителя в мире. И мы начали достаточно успешно, уже, так сказать, уже почти год тому назад наш газ, например, сжиженный, поставлять по всяким точкам мира, там, во Вьетнам, в Польшу, там, и тому подобное. А сегодня, сегодня, по-моему, утром, было подписание меморандума между тремя странами, между Соединенным Штатом Америки, Украиной и Польшей, о том, что из полутора миллиардов кубических метров газа в год, который мы сейчас поставляем Польше на терминал, который мы же и построили там, мы будем поставлять, начиная с, по-моему, с 2021 года, начиная, уже будем поставлять 6 миллионов, то есть в 4 раза больше, через миллиардов кубиков газа. Значит, что позволит, во-первых, Украине перестать нервничать, что Северный поток-2, который мы дико сопротивлялись и пытались нажимать на Европу, но ничего не получилось. Я думаю, слишком много там денег в личные руки попало всяких деятелей, которые утверждают чего-то. Но, может быть, нет, но может, просто у них какая-то философия другая, так сказать, лучше быть, что называется, red vendette, как они когда-то говорили, а лучше быть красным, то есть под Советским Союзом, чем мертвым. Так вот, мы, понимая, что сейчас в России появится возможность шантажировать Украину и Польшу, потому что у них появится возможность поставлять газ через Северный поток-2 по дну моря, а не через Северный поток-1, который идет через Украину, Польшу, а дальше в Европу. Они начнут выключать этот газ и нажимать на Украину и Польшу, таким образом, политически оказывая на них определенное воздействие. А, кроме того, они зарабатываются, это очень приличные деньги. Так вот, мы будем пытаться... Наш газ, в общем, дороже получается, потому что его надо сначала сжижить, потом доставить, потом разжижать, то есть он получается более дорогой, чем газ, который напрямую, что называется, из штолля, там, из карманов, из-под земли, течет по трубопроводу... Я извиняюсь. Это Коля. Извиняюсь. Значит, течет прямо в Россию. Но, когда разговоры здесь о том, что вам начинают зажимать, что называется, глотку, и душить вас, то, естественно, что и Украина, и Польша предпочитают чуть-чуть более дорогой американский, но никаких, что называется, непривязанных к этому веревочек. А вместо того, чтобы получать чуть более дешевый российский, но зато, так сказать, вот когда хочу, тогда закрываю, когда хочу, тогда открываю, кому хочу, так сказать, помогаю, кому хочу, нет. Что, естественно, повлияет и в значительной степени повлияет на доходы российские. Кроме того, Америка невероятно расширяет сейчас вот добычу и разжижение этого самого газа и предлагает любым странам, любым нашим партнерам, любым людям, которые не хотят зависеть от России и ее, так сказать, политической воли, и платить им деньги, а получать наш газ. И я думаю, что в ближайшие пару лет мы увидим значительное увеличение терминалов, которые могут принять газы, хотя, возможно, они будут через Польшу выставлять Европу. Но по, так сказать, непроверенным пока слухам, во Вьетнаме, так сказать, идет строительство терминалей или начинается строительство терминала, что сразу же на Азию пустят наш газ и тому подобное. То есть, вот самое опасное для России, самое опасное для Путина, а не для России, именно заключается в том, что рычаги его власти, деньги, во-первых, которые получаются от полезных ископаемых, и второе, возможность, так сказать, закрывать и открывать трубу, когда он хочет, если они начнут у него вскользать из рук, на что они, интересно, будут существовать. Интересно. То есть, агент Кремля действует таким образом, а кандидаты в президенты от демократической партии пытаются лишить Соединенные Штаты Америки этой возможности. Практически каждый из них на этом пресловутом марафоне клоунов, который проводил СНН в течение 7 часов, где по очереди выступали эти кандидаты, по целому часу, что, кстати, опустило рейтинг СНН без того, который был там, черт знает где, совсем в унитаз спустили рейтинг. Они, Сережа, они перестали бороться за рейтинги. Они стали бороться за политическую власть. Уже они надеются, что если они помогут привести демократов в власть, они что-то за это получат серьезное, типа Фокс раздолбают демократы как-нибудь так, чтобы Фокс не мог больше существовать. Тогда люди опять уйдут к ним. Я думаю, что они бросили все сейчас на то, чтобы черт с небесок людей нас смотрит. Главное – это наша политическая победа. Так вот, каждый из них говорит о том, что необходимо просто избавиться напрочь от природного газа, от добычи угля, от добычи нефти. Просто напрочь избавиться, закрыть. Ну, мы, наверное, еще этой темой коснемся. Чем они и будут помогать Путину, Ирану и Венесуэле. Совершенно верно. То есть, я об этом всегда говорю, и, похоже, вернее, президент Трапа об этом говорит, и я повторяю, и он абсолютно прав, что демократическая партия представляет интересы кого угодно, кроме американцев. И, к сожалению, есть в том числе и образованные люди, имеющие высшее образование, которые, тем не менее, готовы голосовать за демократическую партию, которая ненавидит своих граждан, наоборот, так сказать, предупреждения. Ну, она ненавидит Трампа больше, чем любит свою страну, скажем так. Абсолютно. Еще одна тема, которая... Еще одно решение Трампа и решение Верховного суда, которые вызвали взрыв головного мозга в среде лидеров демократической партии. То бишь, Министерство обороны или Пентагон перенаправил там 3 с лишним миллиарда долларов, 3,6, по-моему, миллиарда долларов, на строительство стены. То есть, Пентагон отказался от строительства подобных сооружений за рубежом. Мы ведь немало построили всевозможных заборов, стен, границ, там, где угодно, только не у нас. А за рубежом и у нас какие-то объекты, которые, так сказать, заморозились на какое-то время. И лидеры демократов просто взорвались. Все, мы... Отечество в опасности. Мы подвергаем себя опасности, мы подвергаем опасности наших военных. Их не смущало то обстоятельство, что Обама сократил расходы на Пентагон на 10%. Не то, что там давал им, а просто сократил. По сути дела, уничтожил армию. Единственное, что он делал довольно успешно, это такая социальная инженерия в армии. Они там проводили всевозможные эксперименты социальные над солдатами. Это они делали с успехом, в то время, как лишали армию финансирования. Их это ни капельки не смущало. А тут вдруг 3,6 миллиарда долларов из 650 миллиардов, так сказать, перевели на строительство стены, которую обещал Трамп, за что в значительной степени и был выбран президентом. И все. Отечество в опасности. Ну, слушай, это правильно. Их отечество, как они его представляют, социалистическое отечество в опасности. Потому что, пожалуй, единственным аргументом, который у них был, что Трамп что-то не выполнил, хотя он поразительно много выполнял из своих предвыборных обещаний, просто поразительно. Потому что я думаю, что КПД из того, что предыдущие 50 президентов говорили, а потом сделали, я не знаю, там, ну, 10%, ну, 20%. А у него там, ну, 80%. То есть фантастический совершенно выход. Он обещал целый ряд вещей, он их делал. А если не делал, исключительно потому, что они оказались не в его, что называется, власти, ему мешало, так сказать, либо суды, либо Конгресс, либо там что-то еще. Он бы сделал их тоже. Так вот, а если он вот это вот, как бы то, из-за чего они в Сирии говорили, ага, вот стену он вам обещал, надеюсь, не говоря, что он обещал, так сказать, что Мексика за нее заплатит. Вот. Он имел в виду тоже, так сказать, определенные вещи, которые, к сожалению, президент у нас делать не может, должен делать Конгресс. Но не важно сейчас. Важно то, что для них самое страшное, не то, что к нам зайдет еще 10 миллионов человек, за то, что у нас там налоги утроятся, или за то, что там медицина будет ужасная. Для них самое важное, чтобы Трамп, не дай бог, не выполнил свое предвыборное обещание. Пустили и не оказался, что называется, человеком, который выполняет свои обещания, что, естественно, поможет ему в значительной степени на выборах. Они так это и расценивают. Наплевать на все, главное это, чтобы, так сказать, Трампа не переизбрали. Вот задача, вот задача левых. Не улучшение жизни в стране, не безопасность жизни в стране, не честность, не справедливость, не все что угодно. Да даже равенство и братство уже не важно. Важно только одно, чтобы вот этот кошмар, который они называют, значит, Трамп, это кошмар, это неважно, он предатель Родины сегодня, или сегодня он расист, завтра он будет, я не знаю, там антисемитом, полная хрена. Буду же антисемитом, извиняюсь. Там еще что-нибудь, расценивать молодежи, кто угодно. То есть, когда вся эта история началась с Эпштейном, если, так сказать, вы помните, господа, то первое, что написали, Трамп тоже однажды летал в этом самолете. Ага! То есть, вот Трампа поймали, да? Да бог с ним. Значит, все, что они хотят, это, так сказать, чтобы страна остановилась, чтобы страна развернулась, чтобы страна опять пошла в глобализм, в коллективизм, в тем, чтобы немножко взять вот у каких-то очень мифических, очень богатых, раздать, и сразу же жизнь станет другой и потрясающей. А кто стоит, значит, на дороге этого, какая-то горстка, значит, вот этих самых рэдмэков, к которым я тоже себя отношу, и Сережа, тебя тоже. Вот. И вот этот самый зло, кошмар, ужас, Трамп, который, значит, вот просто Гитлер, по сравнению с ним, младенец и нежный пьянер. Да. Ну, все-таки строительство забора безопасности, хочется мне его так назвать, движется, заменили там какие-то... они говорят о том, что он ничего нового не построил, он только отремонтировал. На самом деле там участки, которые могли, так сказать, препятствовать только продвижению автомобилей, там типа ежи стояли такие, а на их месте построили настоящую стену, и оно препятствует пересечению границы. Да. Трамп говорит, что к моменту выбора будет построено 500 миль стены на вот эти деньги. Замечательно. И замечательно. Потому что эта проблема существует. К сожалению, демократ... Вы знаете, что есть опасения, что вот такое демографическое изменение состава Америки приведет к тому, собственно, ради этого и затеяна вся эта политика демократов, приведет к тому, что республиканцы, скажем, могут вполне потерять штат Техас. Вот на сегодняшний день. А еще с учетом того, что по-моему 13 уже конгрессменов, республиканцев не собираются участвовать в перевыборах, кто-то уходит на пенсию, кто-то, так сказать, просто отказывается переизбираться. А демография поменялась значительно благодаря усилиям демократов. Я боюсь, что мы скатываемся к однопартийной системе, что неизбежно. любой социалист этого и хочет, потому что социалист, что называется, лгун, он просто власть хочет захватить. А социалист верящий, даже не знаю, какая категория мне больше не нравится, скажем так, да, социалист верящий, он не понимает, как это можно, вот я же, так сказать, надо же помогать людям, правильно, а этот не хочет помогать людям. Значит, он что, плохой человек, фашист, бяка-закаряка, поэтому надо от него избавляться, уничтожить. Вот, кто там недавно, сейчас я вспомню, призывал уничтожить всю республиканскую партию, потому что она мешает, она не берет двигаться к светлому будущему. Конечно, надо уничтожить там и эсеров, и там еще, уничтожить меньшевиков, оставить только одну, так сказать, фракцию под названием большевики и двигаться вперед, потому что они настоящие ребята хорошие, они хотят всем добра. Вот они хотят всем добра и будут делать его, а если ты не хочешь, чтобы делали добро, то тебя заставят. А если заставить нельзя, тебя просто пошлют в лагерь, в котором тебя будут перевоспитывать. Да, да, да. Потому что воспитывать ты тебя надо, правильно? Ты же такой нехороший, вот как? Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Уважаемый Леон, я, конечно, совсем согласна со всем, что вы говорите, как всегда, но у меня вопрос, а почему Майк Ли вдруг выступил против Трампа и заявил, что мы дали исполнительной власти слишком много прав, и мы должны забрать наши права обратно, но это все касалось как бы того, что Трамп хочет использовать деньги армии на стену. Но ведь он в основном закрывает программы за границей, а не в нашей стране, там, в Германии, в Японии, там, еще где-то, на Филиппинах, по-моему, он закрывает. В общем, в принципе, ну, наша безопасность не должна особо и пострадать. Вот, в чем тут дело? Они что, нашли, как его, тоже сошантажировать, или что, что-то другое? Спасибо большое. Ну, честно говоря, первый раз сейчас об этом слышу, наверное, просто не уследил, там, что-то, но я могу предположить что-то, значит, нет, Майк Ли не нашли, так сказать, не шантажируют, нет, самое, есть определенный вид мышления, который, вот, принадлежит Майк Ли, там, целый ряд других сенаторов, что все должно делаться, что называется, по букве закона, не только по духу, но и по букве закона. А именно, если аллокация денег произошла на объект А, то нельзя, так сказать, кем? Конгрессом, то нельзя, что называется, самостийно переводить ее на объект Б. Эти люди сопротивлялись и Абабовским указам президентским и любым другим, скажем, президентским распоряжением, которые, ну, с точки зрения, если точно придерживаться Конституции, то должен делать все-таки не президент, а Конгресс. А очень часто происходит нечто, что вот хотелось бы, чтобы президент взял и сделал, да, но это как бы не его прерогатива. И хочется, чтобы он это сделал, да, но ты понимаешь, с другой стороны, что вот нельзя, потому что тебе хочется чтобы этот президент сделал вот это, и он делает, и потом приходит другой президент, есть уже прецеденты, он делает что-то, так сказать, прямо противоположное, потому что он такой же президент, да. Значит, вот я думаю, что то, что Майкли, есть, так сказать, его сопротивление, не потому что он не хочет, чтобы строили стену, или потому что он не хочет, чтобы переводились деньги, а потому что он считает, что раз за кошелек ответственный Конгресс, то, так сказать, надо переизбирать Конгресс, и тогда это делать, а не делать это потому что скажем с точки зрения президента это делать на по моему было решение верховного суда которая признала законным действия трампа именно в этой части в перераспределение средств уж не знаю каким образом они к такому выводу пришли но это позволило трампу сделать это хорошо так или иначе значит вот опять очередная история опять в калифорнии задержали нелегального иммигранта который застрелил шерифов который опять же его его привлекали за domestic violence то есть за насилие но поскольку сэн через сити сэнки стоит значит не его не передали в руки иммиграционные службы выпустили на свободу и как результат очередное убийство очередного офицера а значит происходит очень странное что-то вот я например гражданин америки если я совершу какой-то проступок то меня возьмут поставить в тюрьму тому по закону сюда совершенно наплевав на то есть у меня дома дети или нет детей нет нет в законе не сказано нигде в законе такого что если я вам у меня есть дети то я имею право дело там так сказать и взбивать людей там машиной напиваться там что-то еще а воровать в магазине я украл но у меня нельзя арестовать потому что и позади тюрьму тоже дети по детей нельзя со мной держать ну и тому подобное как только мы начинаем разговаривать о людях которые нелегально сюда перешли да они любят называть без документов люди без документов мигранты без документов то почему то получается странная штука чек нарушил закон то есть он преступник я понимаю что преступления бывают разные но меня могут посадить из небольшой или там таскать по 30 суток или за небольшое преступление тоже и любого из вас то вас слушает но его если его скажем посадить а в это время дети его где-то находится в другом месте там огражденные с телевизором с преподавателями с врачом там и тому подобное с медсестрой может быть я не знаю то вот этого делать нельзя то есть то что можно делать по отношению к нам к жителям с категорами в этой страны почему-то нельзя одновременно делать так по отношению к нелегальным мигрантам то же самое происходит с более серьезными преступлениями там скажем если меня останавливают без прав пьяного то понятно что то сказать я веду веду машину то понятно что полиция так сказать начнет там по всей так сказать что называется колокола что делают с нелегальным мигрантом отпускай максимум то убирает его машину ставит он должен заплатить 65 долларов или там сколько 100 долларов каких-то штатах тоже можно получить обратно а его никуда не берут а почему а потому что он бесправный да у него не прав нету не документов нет ничего нету мол чё делать да а чё делать арестовывать и вот теперь я перехожу к этой истории а если бы этот человек был американским гражданином и делал бы все то что он делал бы то его бы давно посадили в тюрьму дам человек выходит из тюрьмы скон такой же он ничего не понял он сделал преступление мы не можем ничего с этим сделать потому что ну но не залезть чеку в черепную коробку и не узнать он способен искать дальше делать преступление или нет как вот вы решили что по закону то вот за это даем там три года он сидит три года выходит и что он продолжает ну сажаем теперь не на три а на пятна если поймать вот но а из-за того что это нелегальные так называемые эмигранты и живущие там в каком-то сан-франциско там лос-анджелесе где-то еще где у нас не выдают полиции этих людей вообще с ними даже не так поступают как с нами просто отпускают и все потому что ну как же они же дилегальные эмигранты мы будем их защищать это как абсолютно то же самое что у нас 64 или 65 тысяч сейчас лос-анджелесе бездомных господа из которых восемь процентов что восемь процентов 5000 человек ветераны войн восемь процентов 5000 ветеранов войн ютиться в палатках спит на улицах и тому подобное в городе лос-анджелесе а город лос-анджелес миллионы и миллиарды долларов вместе с штатом калифорния посылает на то чтобы помогать нелегальным эмигрантам переходить границу но это вообще представить себя можно или нет я я не могу себе представить как можно к этому нормально относиться я разговариваю с молодежью там разговариваю с людьми другой другого лагеря и на вот эти мои разговоры они ведь ну как же там дети они страдают или секундочку а у нас как да там же дети они страдают я ничего не понимаю в этой логике почему мы должны помогать лучше относиться дурацким детям чем мы относимся к своим собственным вещи да еще мало своим собственным тем людям которые шли и кровью своей защищали нас чтобы с нами ничего не случилось да урал нервно курит в сторонке давайте мы сделаем в этом месте небольшой перерыв после чего вернемся и продолжим возвращаемся в программу леона вайнштейна телефон в студии 847 400 5200 если у вас будут вопросы пожалуйста звоните и задавайте и вот сообщение которое только что увидел европейский суд общей юрисдикции судебный орган первой инстанции евросоюза базирующиеся в люксембурге принял решение исключить движение хамас из списка террористических организаций вот это наши союзники вот левые нас все время обвиняют трампа в том что вот он с нашими союзниками не так не так себя ведет вот это наши союзники и брать евросоюз который хамас считает что щит который решил суд евросоюза решил что хамас это не террористическая организация не больше не меньше а следующий шаг естественно объявления сначала израиля а потом америку террористической организации а вот например а в сан-франциско по моему вчера если не ошибаюсь а было заседание их городского совета и было внесено предложение считать нрей то есть организацию ассоциацию владельцев оружия считать ее террористической организацией и они проголосовали значит сто процентов то есть ни одного воздержавшегося ни одного против все за они проголосовали чтобы на территории сан-франциско считать а доместик то есть искать местной террористической организации я еще не знаю что это значит но вот пожалуйста хамас исключен а леваками а такими же леваками но сан-франциско то есть просто ассоциация владельцев оружия она включена в список террористических организаций абсолютно касались этой темы вскользь вы представляете себе вот каковы могут быть последствия значит если пройдет законопроект вы сейчас знаете что обсуждается там в кулуарах я не знаю выйдет вынесут на голосование или нет в том числе ну во первых запретить полуавтоматические винтовки во вторых так сказать учет и контроль чтобы был федеральный учет всех кто владеет оружием а в третьих так называемый красный флаг законопроект по которому без суда и следствия полицейские вправе будут изъять оружие по жалобе соседки родственника там я не знаю компет кто с тобой соревнуется по бизнесу вообще кто-то позвонил сказал этот человек неблагонадежный он себя так сказать него не очень-то ведет или ну как как он любит любит трава да он любит таба а так вот если вот представить что нр и является террористической организации и можете себе представить более пяти миллионов человек которые являются членами национальной стрелковой ассоциации они фактически сразу под под подпадали бы под этот закон красного флага то есть люди которые являются членами террористической организации автоматически должны быть лишены права владеть оружием понимаете о чем я говорю ну я думаю что на территории сан франциск они сейчас начнут это проводить в общем зачем они еще принимали этот закон и они не просто должен помахать красной тряпкой правильно они зачем-то это делали то есть друг они может не говорят того но они друг другу объясняли кто-то кто это придумал объяснил всем остальным вот мы это сделаем а потом это даст нам возможность сделать то 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 и тот если так представляю что достаточно легко выяснить списки скажем живущих в сан-франциско или на территории калифорнии членов этой ассоциации а и начинать их арестовывать или просто отбирать у них оружие вот если ты член теоретической организации то ты должен быть судим вполне как бы логично так вот всякий раз когда мы говорим когда мы называем вот этих самых леваков либералами это ошибочное мнение на самом деле никакие они не либералы со свободного слова liberty либерал они с этим не имеет ним ну ничего общего абсолютно это абсолютно тоталитарное направление демократическая партия к свободе не имеет никакого отношения абсолютно то есть все права которые даны нам конституции они пытаются у нас так или иначе отнять поскольку они не могут принять поправку конституции которая бы хотят меняла предыдущую поправку они пытаются вот такими актами небольшие сделать сделать все абсурдным совершенно мне меня меня удивляет вообще может мышление сейчас я на чуть-чуть другом про другом примере расскажу что что у меня как бы странно а вчера мне утром позвонили из арте я это значит российское телевидение а интернешнл которая тоже принадлежит москве но таскать одно таскать для для дает ту же самую пропаганду интернет и я считаю что для меня просят где-то выступать и я могу искать свою точку зрения надо туда идти и пытаться ее высказывать и спросили что я думаю по поводу вот волмарта там оружие и прочее скотирует какие-то мысли по этому поводу я сказал да конечно есть так сказать высказал приблизительно что я так сказать да 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 вот у нас будет человек который прямо противоположно естественно хорошо врубают меня в эту программу а с этим человеком уже беседуют и вдруг он произносит а он так сказать такой демократ русскоязычный 50 я думаю приехал там в возрасте там 25-30 лет из россии советского союза и он говорит следующие слова он говорит я впервые в жизни хочу сказать что-то хорошее об американских корпорациях но он имел ввиду волмарша тут поддался под давление и значит там делая всякие изменения в продаже оружия но меня поразила вот эта сама постановка вопроса то есть они настолько социалисты коммунисты леваки называй кто угодно что они то что привело америку в то состояние в котором мы находимся той самой великой самый большой по производству по уровню жизни по свободам и тому подобное стране в мире привело то частное право на производство которое если успешно вырастает в корпоративное так сказать нет сказать у нас пять с лишним пять с половиной миллионов мелкого бизнеса только да вот 70 процентов людей которые работают в америке они работают на корпорации которые называются малый бизнес а еще 30 работают значит пополам на корпорации большие значит на государство так вот или там нофопровит так вот то что из-за чего америка стала великой он первый раз в жизни хочет сказать что-то хорошее об американских корпорациях напомнила мне тут же мишель обаму она впервые в жизни начала гордиться страной когда выбрали ее мужа во президента до того у нее не было ни одного повода гордиться америка но если бы такого человека имели в белом доме конечно мы теперь имеем сотни тысячи десятки тысяч таких же идиотов и не знают искать прости меня бог тоже это говорю а который рассыпано во всем углом бьют себя в грудь и говорят что они за демократию или за капитализм это но но корпорации не люблю вот капитализм люблю корпорации или были и вот люблю когда государство берет на себя все функции и я не должен думать о том чтобы платить за электричество за за газ за еду за что-то еще за меня кто-то это делает зачем они уехали из ссср зачем уж потому что он развалился потому что иначе не потом искать к того кто лучше бы начал бы заниматься их проблемами и стал бы их нянькой и посадил бы их ту же самую тюрьму потому что в тюрьме все очень хорошо ты не думаешь об оплате газа и электричество ты не думаешь расписание ты не думаешь о работе ты встаешь утром тебя кормят да если устраивает жизнь скажу называется в четырех стенах то пожалуйста живи то есть эти люди уехали оттуда но они мечтают о том же сам только более сытом варианте советского союза я иногда думаю о диссидентах которые были в свое время диссидентами так сказать боролись советским режимом и уже живут здесь много лет и вот сейчас они с таки с такой же если с небольшой страстью потому сейчас возможности это больше там-то они как бы их прессовали их режим рисовал это делали и фигу держали в кого да а тут они могут открыто выступать так со страстью с такой и атакует трампа и я тоже думаю так так секундочку ну как же и и или вы не понимаете ли это у вас я не знаю это это необходимость в царе но в хорошем царе им хочется на кого-то молиться и второе им очень обидно им хочется кто-то вот прядь а тут происходит такая штука в америке если ты есть несправедливости очень много правильно но они натуральные если умеешь лучше охотиться ты больше приносишь домой жратвы что называется да это не означает что из того что кто-то умеет хуже охотиться ты должен отдавать ему там половину или часть своей жатвы здесь происходит то же самое люди которые умеют зарабатывать деньги не всегда самые лучшие самые нежные самые образованные самые достойные люди просто умеют хорошо зарабатывать деньги а люди которые значительно более интеллектуально там выше их там и т.д. и т.п. не умеют этого делать и вот достаточно много людей начинает своей точки зрения скурливаться что это значит начинают ненавидеть систему при которой им вот таким хорошим не дают а тем плохим даю и начинают мечтать о хорошем царе чтобы больше не было вот этого братака а им бы теперь давали а тем не давали вот наверное это зависит от каких-то личных человеческих качеств вот допустим большинство моих знакомых или приятелей и близких там людей они более состоятельные более успешные чем я у меня это не вызывает чувство зависти а у кого-то наверное это вызывает чувство зависти да но люди все не признаются что это чувство что извиняюсь что это чувство зависти правильно это же не это же неприятно признаться в том что нехороший ты зависит поэтому они переводят эту зависть в негодование они негодуют против этих жадных богатых богатый только что был такой же как он он про что-то придумал что-то сделал начал лучше делать чем другие стал зарабатывать вот но тут же стал богатым и поэтому стал плохим почему потому что у него лучше чем у тебя и это к сожалению очень человеческое качество в советском союзе из-за этого так легко было уговорить народ стучать доносы писать потому что как у кого чего больше чем у меня тут же так пишем донос чтобы его отняли знаменитая так сказать сбегнев бжезинский если помню такого с моей точки зрения был отрицательный очень госсекретарь у картера но так сказать как преподаватель как мыслитель был очень интересный человек его перед тем как он вступил в эту должность спросили а почему вы думаете вот вас позвал картера для кого-то другого я понимаю разницу между западом и востоком а что это значит можете курить коротком кеша моего городка запад выходит там альбус какой-то там зают джек выходит утром в пять часов утра значит своего дома в деревне где-то и видит как соседям привезли большое количество досок ну понимаешь что они начинают что-то строить он кричит мэри мэри выходи сюда она выбегает что случилось так завтра мы начинаем тоже строить дополнительную пристройку больше чем вы та же самая ситуация там россия больше чехословакия это ульяславия все равно выходит там иван смотрит кричит машка машка выходи что такое будет завтра вечером иначе мы будем жечь сосед вот и все это что к сожалению вот то что он решил как разница между западом и востоком я считаю что это разница между даже не не психологии запада и востока а просто тем тем стоит тем состоянием в котором людей вогнали в то есть системе в которой это было и в системе американская американская система дает трещит по швам потому что за 200 лет бюрократического правления все именно чуть менялось чуть менялось и сейчас пришла к тому что а у нас начинают быть сказать огромное количество людей которые хотят чтобы ими занимались его и они имеют голос или смотрите что произошло сколько таких людей избрали в конгресс просто кошмар сейчас а что завтра еще будет когда придет молодежь которые внушали все время что вам полагается вам не дают корпорации у вас отнимают они там не честные надо их вот деблазио вчера сказал что из-за того что идет роботизация надо теперь брать в два раза больше налога с корпораций и откладывать их в сторону для того чтобы помогать людям которые окажутся в результате этой роботизации без работы то есть сто сорок лет тому назад когда в лице в англии начали применять первые станки на пару пару не станки там ткацки и прочее прочее то были знаменитые линдские волнения когда начали ходить беже бегали по этому саму завода и разбивали эти станки потому что они считали что из-за того что вот это вот введено у них не будет работы больше никогда но история же показывает что чем дальше развивается наша технология тем больше хороших работ и больше уровень жизни растет и того подобное но у них есть только один ответ давайте разобьем либо отнимем у богатых и поделим ну что касается политиков которые живут за счет этого которые жиреют богатеют зарабатывают кучу денег на этим как бы их можно понять они придумывают разные мифы страшилки и потом начинают объявлять себя борцами против вот вот этих вот бед которые грядут и так далее то есть можно понятно скажем барни сэндерс который все время кричал миллионеров бионеров миллиардеров нужно уничтожать там раскулачивать и донали сам тихо стал себе миллионером потихонечку и ничего и не собирается делиться при этом вы помните в 1 во время одного из того холлов факс проводил который ему сказали на кто же вам запрещает так сказать взять и отдать часть своих денег в казну вы призываете поднять налоги там на 70 процентов на 90 отдайте а вы почему не отдаете так я же не не рануя на президента я не говорю что нужно всех поднять налоги он взорвался просто вот он вскипите вот как он вообще кипятится когда он не хочет отвечать он кипятится также во время рауза начинает какие-то такие общие места и пошлости выбрасывать и кипятится очень так вот во время этого марафона они много делали заявление они соревновались и похоже их оценка оценивали их по количеству денег которые они обещают потратить вот скажем сандерс пообещал потратить 16 триллионов долларов а элизабет ворон пока хонтас всего три с чем-то миллион триллиона долларов на что кома этот гений мысли piece of art кома брат этого эндрю кома губернатора она cnn сказал ну вот дескать получается так что вы обращаясь к элизабет ворон вы не так беспокоитесь о глобальном потеплении как барни сэндерс вы всего три триллиона потратить а у нас больше всех беспокоится больше всех беспокоится барак оба да представляете а сандерс обещал дом 15 миллионов до 15 миллионов так вот не боится что ровно через восемь лет этот дом за затопит абсолютно и еще одна вещь камала хэрис вообще удивительно вот те люди которые голосуют за демократическую партию я не имею ввиду тех необразованных серых которые не смотрят не дебаты не слушают не видят ничего они просто идут строим там скажем по этническому принципу голосовать дать группа скажем индусов или группа китайцев или группа мексиканцев там или еще кого-то вот так вот их организовывают они идут голосуют но вот русскоязычные которые голосуют которые работают там голосуют за барни сэндерс или там нравится камала хэрис которая кстати сказала что регулировать питание сколько мясо может съедать один человек мы должны на самом высоком уровне то есть блин она же права должен сесть товарищ сталин с товарищем держинским и решить сколько граммов мяса может съесть каждый член нашего общества причем различаться будет по близости к кремлю или там по близости к вашингтону чем ближе к власти тем больше кусок мяса ты можешь съесть самое это печальное что они то ли они в состоянии этого понять то ли то ли вот любовь и преданность партии заставляет их закрыть глаза на это на самом деле очень не глупый человек и в 2002 году она выписала книгу которая таскать собственно и начала ее карьеру книгу это сегодня я сейчас забыл когда называется какое-то там общество что-то вот книгу и за эту книгу сегодня если ее переиздать то ее бы выгнали из всех социалистических тусовок забросали бы камнями и прочее она абсолютно консервативной ну у нее так сказать естественно так сказать левые взгляды и прочее но с точки зрения основного то есть экономики она абсолютный консерватор то есть то есть то есть я с удовольствием бы имел ее президентом если бы она вот 2002 году вот была бы такая же как она это сам но сегодня это кошмар они просто все что угодно делают для того чтобы избраться они они наплевали на все им главное сейчас выиграть эту водку они думают я сделаю все что угодно либо и выиграть а там посмотрю как поменять свои позиции как выйти так сказать на 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 общее голосование и он огромное спасибо к сожалению времени больше не осталось и до встречи в следующий раз до свидания